На еженедельном оперативном совещании в администрации города, состоявшемся в среду, обсуждали исполнение бюджета за прошлый год. Но настоящий резонанс вызвала совсем другая тема – эпидемиологическая обстановка в Серпухове. Какие меры предпринимаются в городе для борьбы с вирусом H1N1, известным в простонародье как свиной грипп, смотрите в материале моей коллеги Ирины Баракиной. На сегодняшний день закрыты 13 групп в детских садах. Номер 20, номер 44, 48, 49 и 50. В настоящий момент готовятся документы к карантине еще в трех дошкольных учреждениях. Это детский сад номер 10, Капелька, детский сад номер 21 и номер 33. В лицее Серпухов на карантине 12 классов. Губернатор уделил внимание вопросу санитарно-педагогического благополучия. И сегодня в Минобразовании проходит коллегия. Дождемся результата заседания коллегии. И я предлагаю тогда вернуться к вопросу, рассмотреть на местном уровне внеплановые каникулы в школах. 16 по 22 января на территории Московской области было зарегистрировано более 64 тысяч случаев заболеваний ОРВИ. У 122 пациентов был выявлен грипп. Такой же диагноз поставлен 51 ребенку. На 26 января, если смотреть на 53 недели 2015 года, первых двух недель 2016 года, превышение еженедельных пороговых уровней заболеваемости гриппом ОРВИ среди совокупного населения у нас не зарегистрировано. Медики призывают. Грипп тяжелый. Самолечением заниматься не следует. Но и поддаваться панике не рекомендуют. Врачи констатируют, в температуре 36,7 стационарное лечение не полагается. Дело доходит до абсурда. Проходит информация, что у нас есть какой-то среди медицинских работников секретный приказ, что грипп не надо ставить, чтобы статистику не нарушать, там еще что-то такое. Никакого приказа у нас такого естественного нет. Мы грипп можем ставить даже не выпить подъем. Можем ставить и в течение года, если клиника есть, если мы его заподозрили. Просто на самом деле клиники гриппа пока на самом деле нет. У нас очень грамотный специалист в инфекционном стационаре. И мы, так сказать, естественно общаемся, разговариваем. Пока клинически, но слава богу, гриппа не было. Все идут в РОИ и идут в середине тяжести. Исполнение бюджета 2015 года стало еще одной важной темой на повестке дня. По сравнению с 2014, в прошлом году объем расходов увеличился на 129 миллионов рублей. Самый большой у нас отрасль – это образование. На него израсходовано 2,3 бюджета, 66,2 процента. А точнее 2,158 миллионов рублей. Это на 44 миллиона больше по сравнению с 2014 годом. На остальные отрасли расход составил 1,085 миллионов. В рамках первоочередных задач по ликвидации задолженности учреждения социальной инфраструктуры, затопленных энергетических ресурсов, увеличены расходы на оплату задолженности теплосети нашей, тепловской теплосети, в результате чего перед ними также полностью погашена задолженность в размере 49 миллионов рублей. Какие-то позитивные результаты у нас есть от нашей работы в 2015 году. Естественно, не надо быть оракулом, чтобы говорить о том, что 2016 год наверняка будет непростым. Я уже как-то об этом говорил в этом году, потребует от нас общей консолидации. И наша основная задача, конечно, в 2016 году не допустить роста долгов во все фонды. И я жду от вас предложений по работе с муниципальным долгом. Продолжение следует...